С начала мая в службе занятости населения Петрозаводска ажиотаж. Школьники после уроков приходят, чтобы подыскать себе работу на время каникул. Труд выбирают разный, по вкусу. Сегодня подростки могут быть заняты в делопроизводстве, уборке помещений, благоустройстве территории памятников, сборе ягод. Могут быть курьерами, помощниками воспитателя. Средний размер их зарплаты в этом году составит от 6 до 8 тысяч рублей. Спрос огромный всегда. Дети очень хотят работать. Я считаю, в 21 век, во время гаджетов, когда хотят работать и в коллективе, и выходят куда-то, это просто замечательно. Человеческих очень много. Хотелось бы дать возможность всем попробовать. Набор документов для временного трудоустройства выглядит внушительным. На самом деле всё то, что должно быть у гражданина России. Плюс справка от врача. Родители 14-летней Фаигуль за несколько дней осилят этот список. Дочь впервые пойдёт на работу. У нас есть специалист в Центре молодёжи. Пока направление не дают, ты подумай, что тебе интересно. Сходишь, переговоришь с работодателем. Если он тебе предложит тот вариант, который тебе понравится, тебе станет интересно, ты снова к нам подойдёшь, мы выдадим тебе направление и будем оформлять документы, которые необходимы. Временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет – это первое знакомство с трудом, опыт работы в коллективе и экономическая состоятельность. Кроме того, в летнее время, когда не работает школа, закрыты многие секции, и ребёнка буквально нечем занять. Работа – большое подспорье. Я решила устроиться на работу, чтобы получать деньги и опыт, конечно же. Куда потратишь зарплату? Есть какие-то мысли? Пока что нет. На одежду свою, наверное. На семью. Сегодня 127 работодателей, часть из них из реального сектора экономики, уже готовы принять подростков на временные работы. Но не все предприятия и организации заинтересованы в подобной рабочей силе. Это связано с определённой ответственностью, с определёнными издержками в части выполнения трудового законодательства, потому что уж ни для кого не секрет, особой эффективностью подростки как работники не обладают пока. У них нет навыков, знаний их надо учить, к ним надо приставлять наставника, и нужно очень строго соблюдать требования трудового законодательства. Зарплату школьникам платит работодатель или муниципальное образование, если рабочее место в бюджетном учреждении, плюс материальная поддержка от центра занятости – 3400 за полный месяц. При этом работодатель не получает никаких компенсаций за трудоустройство подростков из республиканского бюджета. Над изменением в этой части сейчас работают в правительстве Карелии. И всё же предприятие необходимо дополнительно стимулировать. Те, кто охотно берёт себе временных молодых помощников, растят себе новые кадры. Как правило, это такие крупные предприятия, как Сегежский ЦБК, Суаярский хлебозавод, Петрозаводскмаш. Всего в 2019 году планируется трудоустроить на лето не менее полутора тысяч несовершеннолетних. Анжела Маркевич, Владимир Волотовский, САМПО ТВ 360.